Вы видите финскую женщину Эмилию Виртона. Она живет в стабильной современной Финляндии, стране с пятимиллионным населением. Государство всеобщего благосостояния обеспечивает жителям, например, минимальный прожиточный уровень, бесплатное медицинское обслуживание и обучение. Но так было не всегда. Развитие Финляндии из бедного аграрного общества до современного государства всеобщего благосостояния – результат длительного развития. Финляндия была совсем иной во времена прадедов Эмилии Виртона. Вернемся немногим более ста лет назад, к началу 20 века, когда еще не существовала независимой Финляндии. Тогда трехмиллионная Финляндия была автономией в составе Российской империи. Автономия означала, что Финляндия имела сословный сейм, который мог решать часть вопросов, касающихся Финляндии. В сейм избирались представители сословий – дворянство, духовенство, мещан и крестьянство. Женщины или неимущие не имели права участвовать в сословном сейме. Таким образом, Куста Виртона, прадед Эмилии, не может оказывать политического влияния на дела своей родины. Он живет и работает на арендуемому землевладельце клочке земли. Чтобы кормить семью, Куста работает на своем участке с утра до вечера. Кроме того, он платит аренду, работая на полях своего хозяина, два дня в неделю. Все члены семьи, в том числе и дети, участвуют в сельскохозяйственных работах. Но прокормить семью очень нелегко. В начале 20 века многие не доживают до взрослого возраста. В Финляндии высока детская смертность. Около 12% детей умирали в возрасте менее одного года. Также Куста теряет двоих детей. Однако в 1906 году произошли изменения, которые будут влиять на жизнь Куста и его потомков еще и через сто лет. Финляндский сейм решил, что в Финляндии, одной из первых стран мира, утверждается всеобщее и равное избирательное право. Это означало, что влиять на общественные процессы путем голосования может теперь каждый – богатые, бедные, мужчины и женщины. Теперь не только Куста, но его жена могут голосовать и таким образом влиять на то, какой Финляндия станет в течение следующих ста лет. «Когда же я могу голосовать?» – спрашивает у родителей Матти, старшин сын Куста и Иды. «Я бы проголосовал за то, чтобы отцу больше вообще никогда не нужно было бы работать на хозяина». В десятые годы прошлого века началась Первая мировая война, и Российская империя разрушилась. Финляндия тогда провозгласила независимость – 6 декабря 1917 года. Независимая Финляндия может самостоятельно принимать решения. Финляндия стала самостоятельной нацией среди других наций. Однако в финском обществе так и не было равноправия. Одни были состоятельные, другие же считали, что обещанной хорошей жизни никогда не наступит. Общественные проблемы обострились, и началась гражданская война. В Финляндской гражданской войне в 1918 году погибло около 30 тысяч человек. Значительная часть была казнена или погибла в лагерях военнопленных. Окончание войны вовсе не означало окончание раздробленности общества. По результатам войны стало ясно, что следует менять весь общественный устрой. Издавались законы, улучшившие положение бесправных слоев. Дефицит государственных средств в период автономии препятствовал развитию социальной политики. Но уже в 1920 году был издан закон о прогрессивном налогообложении, при котором ставка налога зависит от уровня доходов. Этим стремились уменьшить бедноту и таким путем укрепить единство общества. Развитие, тем не менее, происходило медленно, и в 30-е годы неравенство финнов было все еще заметным. Несмотря на все это, жизнь семьи Виртанена значительно изменилась. Матти Виртанен смог выкупить арендуемый его отцом на дел земли с домом. И в отличие от своего отца, Куста, Матти нет необходимости работать на поле большого поместья. Матти возделывает свою землю вместе с женой Майей и тремя детьми. Несмотря на собственную землю, жизнь Матти тяжела и насыщена работой. В начале 30-х годов началась всемирная депрессия. Ее влияние заметно и в Финляндии. В селах Финляндии основная часть еды производится своими силами. У семьи Виртанных, кроме лошади, имеются еще три коровы, шесть кур и две свиньи. На столе у них картофель, разные рыбные и мясные блюда, корнеплоды, ягоды и каша. В свое время, в малом возрасте, отец Матти учился в передвижной школе. То есть учитель переезжал временами в село давать уроки. В 1921 году парламент Финляндии вынес решение об обязательном всеобщем образовании. И поэтому сейчас, в 30-е годы, дети Матти и Майи ходят в школу каждый день. Всеобщее образование было важно для общества, особенно с учетом всеобщего права голосования. Оно требовало повышения уровня образования народа. Сосед дал Матти газету, в которой маленькая Лиза читает новости своему деду Кушта. Лиза научилась читать в школе. В газете – новость о проведении в Хельсинки Олимпийских игр 1940 года. «Это замечательная новость для всей Финляндии», – читает Лиза. К участию приглашено 64 страны. Однако Олимпийские игры 1940 года пришлось отменить, так как в 1939 году началась Вторая мировая война. В том же году Советский Союз напал на Финляндию. Война приостановила общественное развитие Финляндии. Хотя Финляндия еще в 30-е годы была сильно разобщенной страной, в конце десятилетия экономическое положение улучшилось. И это, в свою очередь, позволило улучшить ситуацию в обществе. Именно единая финская нация была способна противостоять Советскому Союзу во Второй мировой войне. Вторая мировая война для Финляндии состоит из двух войн против Советского Союза. Зимние войны и войны продолжения. Во время войны все те, кто не сражался на фронте, были обязаны работать, например, на заводах и фермах. Это касалось также и женщин, и в особенности женщин. Лиза Вертонан также работала на заводе. Там она получила весть о гибели на фронте своего брата Калле. Калле – один из более 90 тысяч финнов, павших на фронтах. Кроме того, около 50 тысяч финнов получили увечья на всю жизнь. Финляндия потерпела поражение в войне продолжения, которое кончилось в 1944 году. Согласно мирным переговорам между Финляндией и Советским Союзом, Финляндия должна была изгнать находившиеся в стране немецкие войска. В результате между Финляндией и Германией началась война. Лапланская война. Немецкие войска покинули Финляндию в 1945 году. По условиям мирного договора Финляндия также передала Советскому Союзу свои восточные территории. Население с них было эвакуировано в другие регионы Финляндии. В общей сложности после войны было переселено 420 тысяч финнов, то есть 11% всего населения страны. Кроме отчуждения территорий, Финляндия стала выплачивать Советскому Союзу репарации в общей сумме 300 миллионов долларов США. Репарации выплачивались в основном в виде промышленной продукции. Финляндия стремилась восстановиться как можно быстрее. Начался период восстановления. Люди верили в будущее, и начался период развития страны. В 1944 году в Финляндии издали закон о так называемых детских консультациях. Пункты консультации консультировали родители и беременных матерей и, например, вакцинировали детей. Благодаря этому значительно уменьшилась смертность детей. В 1948 году в школах организовали бесплатное питание. Благодаря этому дети росли здоровыми и лучше успевали в школе. В 1948 году был издан закон о пособии на детей, и государство стало выплачивать пособия всем семьях на их детей до 16-летнего возраста. Год спустя государство стало выплачивать пособия по материнству всем матерям. С 1956 года было организовано бесплатное стоматологическое обслуживание всех школьников. Часть этих услуг уже ранее оказывалась малоимущим семьям, но сейчас идея была такова, что поскольку все платят налоги по своей платежеспособности, то все должны получать услуги в соответствии со своими потребностями. Все платят, все получают. Во время войны и после нее в Финляндии нормировалась покупка продуктов питания. Например, была ограничена покупка кофе, масла, мяса и сахара. Этим стремились обеспечить равномерное распределение необходимых продуктов питания. Карточную систему начали отменять постепенно, до полной отмены в 1954 году. Тогда на столе у Виртонных стали появляться новые продукты. Чтобы промышленность Финляндии могла справляться с репарациями, она вынуждена была обновляться. После выплаты всех репараций Финляндия стала экспортировать продукцию обновленной современной промышленности. Лиза Виртонен осталась после войны работать на фабрике швеей. После отмены карточной системы она могла за свои доходы покупать себе товары, о которых предыдущие поколения не могли даже и мечтать. Лиза Виртонен живет вместе со своим мужем Эйна и четырьмя детьми в поселке, в доме, который построили они сами. Дома у них нет света, и воду они должны носить с улицы, из колодца, даже зимой. Зимой они совершают короткие поездки и часто на лыжах. В субботу вечером вся семья моется в бане, которая стоит в подворье каждого дома. В 1952 году в Финляндии наконец проходят Олимпийские игры, и Виртонены слушают соревнования по радио. В Хельсинки собралось больше спортсменов, чем когда-либо раньше. 4925 спортсменов из 69 стран мира. И Финляндия выигрывает золото, передается по радио. Муж Лизы, Эйни, работает с лошадью на лесозаготовках. Основная часть финской промышленности – это лес. На лесозаготовках в начале 1950-х годов работает почти 80 тысяч финских мужчин. В 1950-е годы самым важным экспортным продуктом Финляндии был лес. Лес необходим в качестве сырья также для целлулозно-бумажной промышленности. В 1953 году в дом Виртонах провели электричество, чему необычайно рад Цеппо, старший сын Лизы и Эйни. «Когда я вырасту, я проведу электричество в дома всех людей», – говорит Цеппо. После войны в Финляндии родилось много детей. Малые сельские наделы уже были недостаточно для того, чтобы прокормить большие семени. Развитие сельского хозяйства также уменьшило его трудоемкость. С другой стороны, города нуждались в рабочей силе. Поэтому многие переехали за работой и лучшей жизнью в города и даже за границей. Основная часть иммигрантов выехала в Швецию. В 1960-е годы из Финляндии переехало в Швецию почти 160 тысяч человек. Часть населения переехала также дальше – в Канаду, США и Австралию. Сын Лизы и Эйни, Сеппо Вертон, переехал в город. Он стал электриком. И при росте городов у него хватает работ на электрификации новых жилых районов. Также жена Сеппо, Аннели, работает. Она работает секретарем в новой средней школе. Их дети проводят дни в детском саду. В 1970-е годы Финляндии перешли на 9-летнее бесплатное среднее образование. Средняя школа гарантировала всем детям единое базовое образование, независимо от социального статуса и места жительства. С 1920-х годов, несмотря на всеобщее право и обязанность на образование, возможность учиться ранее зависела, в частности, от благосостояния семьи. Сеппо и Аннели удалось купить свою квартиру в городе, а также автомашину, на которой они летом выезжают на отдых. И иногда даже до Швеции. У Вертонных есть также телевизор. Сеппо интересуется событиями как у себя в стране, так и за рубежом. Он смотрит новости каждый день. Сегодня в новостях рассказывают о проведенном в Хельсинки саммите ОБСЕ. На котором собрались все главы государств Европы. Они обсуждают вопросы безопасности и сотрудничества. Саре Виртонен, старший ребенок в семье, также с интересом смотрит новости. «Руководители скольки стран там присутствуют?» Саре спрашивают отца. Он отвечает «35». «Когда я вырасту, я поеду в каждую из них», – говорит Саре. В 80-е годы в Финляндии наблюдался сильный экономический подъем и расцвет государства благосостояния. Пособия на детей, пособия по безработице и пенсии были увеличены, и рабочее время было сокращено. В Финляндии была полная занятость. Финны богатели и потребляют. Все это закончилось на смене десятилетий самым тяжелым в истории Финляндии экономическим кризисом. На упадок повлияли многие факторы. Одной из причин был распад крупнейшего торгового партнера страны – Советского Союза. В период депрессии безработица Финляндии достигла рекордной цифры. Однако с кризисом справились довольно быстро, скорее всего, благодаря технологическому развитию. В середине десятилетия экономика Финляндии стала быстро расти, что продолжалось более 10 лет. Центральными элементами развития были Nokia и мобильные телефоны Nokia. Саре Виртена также работает на Nokia. Она разрабатывает мобильные телефоны. Она путешествует по всему миру, по работе и в свободное время. Она побывала уже в 10 странах из тех 35, которые участвовали в саммите АБСЕ в Финляндии 20 лет тому назад. Уровень образования всего населения рос до 1990-х годов, и одновременно общество стало равноправным. С 1990-х годов государство предоставляет также материальную поддержку студентам. Среди учащихся вузов увеличилась доля женщин. Образование открыло людям совершенно новые возможности. В 1994 году в Финляндии был проведен референдум, на котором у финнов спросили мнение о вступлении Финляндии в Европейский Союз. На референдуме 56,9% голосовавших поддерживало вступление Финляндии в Европейский Союз. Вступление в Союз произошло в 1995 году. И в том же году Финляндия стала впервые чемпионом мира по хоккею с шайбой. В 2000 году первая женщина стала президентом Финляндии, когда Тарья Халанен выиграла президентские выборы. Жизнь Халанен показывает, что ребенок, родившийся в 1940-е годы в семье рабочего, в конце 90-х годов имел возможность получить образование и занять общественно важную должность. В 2010-е годы также семья Виртыных стала международной, так как муж Эмилии из США. Несмотря на трудности, финское общество в 90-е годы было перестроено в государство всеобщего благосостояния. Это развитие было достигнуто совместным принятием решений, улучшением равноправия общества и усердной работой. Эта работа все еще продолжается, и для этого нужен вклад нас всех, жителей Финляндии. 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 Субтитры создавал DimaTorzok